Средь каменных джунглей, бетонных гробов, безликих витрин и общественных зданий, где люди не люди, а стадо рабов, своих животов и корыстных желаний, где волк человек человеку давно, и братья друг другу копают могилы, лишь сильному выстоит здесь суждено, но здесь даже сильной лишается силы, у нас отнимают ее суета, в погоне за прибылью жаждают денег, кончается сила, в душе пустота, и вот уже сильный стоит на коленях. Как жадный вампир, не щадя никого, сосет город силу из нас год от года, но против смертельного смрада его, у нас есть союзник, живая природа. Цветов аромат, а не копоть и гарь, просторы бескрайних полей вместо пробок, так пращуры наши великие встарь, с природой матерью жили бок о бок. Они в этой почве покоя брели, но в пении ветра я слышу их голос. Живую энергию русской земли хранит в золотистых полях каждый голос. Сейчас о корнях позабыл человек, в природе относится как потребитель, бухает и гадит в лесах и у рек, не помня о том, кто его прародитель. Но если у дерева корни отнять, то долго ли дерево это протянет? Неужто ли люди не могут понять, что с ними без корня родного их станет? Не зря слово род – корень слова народ. Не зря слово род – корень слова природа. Не зря тот, кто род свой не чтит, тот урод. А в выродок тот, кто отрекся от рода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова